В истории передаётся, что одна женщина из сынов Израилевых, которая была проституткой, представьте, это была профессией данной женщины, самый худший из худших грехов, просто невообразимо, понимаете. Женщина занималась этим, чтобы прожить, и это было её работой. Однажды эта проститутка шла по дороге и увидела собаку, испытывавшую жажду. Это сатана, это то, как он работает. И как, по сути, она собирается поступить? И взгляните на это с точки зрения мусульманина. Это лишь собака, собака, что является нечистью. Это ведь не был красивый цветной попугай, который мог понравиться. Нет-нет-нет, это была бездомная собака, без хозяина. Но эта женщина добралась до колодца с водой, выпила из него, и она увидела жажду в глазах этой собаки. А собака не могла взобраться в колодец. Что-то ёкнуло в сердце этой женщины, и она поступила благородно. Она принесла воду этой жаждущей собаке и дала ей выпить. Пророк А.С. говорит, что Аллах А.С. ввёл её в рай благодаря одному этому благодеянию, совершённому ею. Это и есть ислам. Не скупитесь на благодеянии. Используйте каждую возможность. Что бы ни было, если это благое, то будьте первыми в его совершении. Пророк А.С. говорит о судном дне. Самый тяжёлый день для всех нас. Он описывает. Пророк А.С. говорит, «Каждый из вас предстанет перед Аллахом и будет говорить с Аллахом напрямую, и не будет там переводчика между вами и Аллахом. Представь себе, ты чувствуешь тон, ты чувствуешь строгость данного хадиса». И затем пророк А.С. продолжает, говоря, «Потом ты посмотришь направо, и всё, что ты увидишь, будут деяния, совершённые тобой. Затем ты глянешь налево, и всё, что ты увидишь, будут деяния, сделанные тобой. Затем ты посмотришь перед собой, и увидишь ад, адское пламя, горящее перед тобой. Что за описание? Ты подумаешь, Аллах Велик, как же мне спасти свою душу от этого? Пророк А.С. говорит, «Спаси себя от ада, хотя бы даже половиной финика, отданного в качестве милостыни. Это и есть ислам. Любое благодеяние, которое ты совершишь, ты обязательно найдёшь в день суда. И сегодня ты жив, и у тебя есть прекрасная возможность совершать всё это». Не растрачивайте своё время, мои братья и сёстры. Не растрачивайте своё время. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова